Доходы Наринмарского объединенного авиаотряда по итогам года выросли на 13%. Во многом этого удалось добиться за счет открытия новых пассажирских рейсов Харута-Инта и Харивер-Усинск, а также благодаря успешному сотрудничеству с нефтедобывающими компаниями и их подрядчиками. О финансо-экономическом состоянии предприятия и планах на будущее расскажет моя коллега Елена Семенчева. Эти два быстрокрылых красавца ТВС-2МС дружной семьи авиапарка Наринмарского авиаотряда появились в прошлом 2016 году. Использование самолета ТВС-2МС позволяет нам расширить круг, географию полетов на нем. Этот самолет летает быстрее, чем Ан-2. Этот самолет с той же заправкой может взять больше пассажиров, чем Ан-2 или загрузки. У этого самолета более теплая печка, система отопления. У нас это очень актуально. Все пассажиры, которые летают на Ан-2, знают, что это достаточно холодно. На ТВС-2МС летает значительно теплее. Ну а летному составу, конечно, самолет очень понравился, потому что дистанция взлета значительно короче, потому что двигатель мощнее, эффективность винта выше, и самолет взлетает с более коротких дистанций и достаточно эффективно и быстро набирает высоту, и в полете летит быстрее. Вместе с появлением этих модернизированных высокоэкономичных самолетов, предназначенных для перевозки пассажиров, появились и новые маршруты. Наринмар-Усинск-Наринмар, Харута-Инта-Харута и Наринмар-Харивер-Наринмар. Население в деревне, там не такие большие доходы, поэтому они стараются минимальными затратами добраться до железной дороги, а дальше выезжать в отпуска по железной дороге. Мы понимаем, что Инта – это железная дорога, Массинск – тоже железная дорога. Введение в эксплуатацию новых самолетов повлекло за собой увеличение количества перевозимых пассажиров. Комфорт и материальное преимущество новой техники по достоинству оценили жители округа. Быстрокрылые ястребы осуществили 1068 рейсов и перевезли более 23 тысяч человек. Львиную же долю налета составляют авиаперевозки по контрактам бюджетных организаций и в интересах нефтедобывающих компаний. Здесь авиапредприятие увеличило показатели на 7%. Увеличить объем работ на нефтянке удалось с тем, что мы заключили договор, привлекли нового подрядчика, буровая компания «Евразия» и структурные подразделения этого холдинга, которые выполняют подготовку, выстраивают эти скважины и так далее. Более двух тысяч часов налетали именно с этой компанией, то, чего раньше не было. Кроме того, в планах предприятия на этот год модернизировать еще одну «Аннушку», тем самым получить еще один ТВС-2МС. А в будущем предприятие планирует перевезти весь парк на новые экономичные самолеты ТВС-2МС. Также ориентировочно в июле этого года впервые парк авиапредприятия пополнится еще одним вертолетом Ми-8 ТВ-1, который будет оснащен санитарным модулем для перевозки пассажиров на санитарных рейсах. Санитарный модуль – это, по сути, носилки, оборудованные различными медицинскими приборами для возможности оказания, я не знаю, как это в медицинских терминологиях, но, наверное, реанимационных действий в условиях полета на воздушном судне, потому что ситуации бывают разные, особенно кардиологические заболевания, инсульты, инфаркты, они требуют поддержания жизнедеятельности организма больного. Такую возможность мы будем иметь. Между тем, активно развивающееся предприятие в лоб сталкивается и с рядом серьезных проблем. Так, некоторые нефтедобывающие компании установили предприятию невыполнимые условия, а именно выполнение рейсов на машинах не старше 25 лет. На сегодняшний день удовлетворить такой запрос нефтяников авиапредприятие не может. Из подходящих в парке всего один Ми-8 ТВ-1. Соответственно, предприятие оказывается неконкурентно способным. Если правительство поддерживает по лизингу приобретать воздушные суда, самолеты, по становлению правительства, то вертолеты не отнесены к пассажирскому классу. Отнесены, значит, приобретать вертолеты сейчас, когда срок эксплуатации вертолета Ми-8 35 лет. Они все уже где-то до 90-х годов. У нас через 10 лет, через 5-10 лет не будет самолета вертолета парка. Не только у нас, в целом по Российской Федерации, по арктическим территориям. Благо, спасибо нашему предприятию и исполнительной власти окружной, и окружному собранию о том, что мы поддерживаем наше предприятие. Мы закупили вот один вертолет, два самолета закупили. Сейчас по санавиации якобы вертолет будет. Но, тем не менее, нефтяные компании, Роснефть, Лукоил, ну, Лукоил, свой блок, Роснефть ставит условия. Срок эксплуатации вертолета должен быть, условно говоря, не более 5 лет. Все. В результате мы отпадаем, мы неконкурентно способны. Выходит ЮТР, фирма уже. То есть, все это логично понятно. В целом, серьезнейшая проблема, которую нужно решать. Решить серьезную не только для авиапредприятий, но и всего Ненецкого округа проблему призвана обновленная версия госпрограммы «Развитие Арктики».